Эта война на Украине идёт как нельзя лучше. Усиление антироссийских санкций — признак провала. Это май 2023-го. Усиление антироссийских санкций — признак провала. Кремль оказывает больше экономическое сопротивление, чем ожидала G7. Да, просто мы привыкли тиранить мир. И мы не можем больше делать этого, потому что Россия объединилась с Китаем, Саудовской Аравией, с Южной Африкой, Бразилией, Индией. Всё. Конец американской гегемонии. Помнишь, они... Я смотрел несколько дней назад, когда они собирались прессовать путинских олигархов, да, чтобы этих олигархов не было в неолиберальной системе. В итоге их вынудили строить бизнес в России. Что им делать с деньгами? Им недоступны другие рынки. Так что... Мы развиваем Россию! Наши санкции им только на руку. Да. У них дела идут лучше, чем до конфликта. Санкции против России могут не работать. Теперь мы знаем почему. Как вы могли не знать этого раньше? Россия поставила... Как тебе это, Курт? Россия поставила ещё больше нефти Индии в прошлом месяце, превзойдя саудитов. Что? Минуточку. Я думал, российская нефть под нашими санкциями. Как это возможно? Индийский импорт дешёвой российской нефти достиг ещё одного рекорда в мае. Отняв долю рынка... Отняв долю рынка, учли на ОПЕК Саудовской Аравии. Южноазиатская страна ежедневно получала почти 2 миллиона баррелей от России в прошлом месяце. На 15% больше, чем в апреле. Поставки из Саудовской Аравии упали до наименьшего значения с февраля 2021 года. Итак, если вы знаете, как это читать, я в этом не силён. Средняя стоимость российской нефти в апреле, включая стоимость транспортировки, составила 68 долларов 21 цент за баррель. Наименьшее значение с начала крупных закупок у Москвы после её вторжения на Украину. Итак, Индия хватает российскую нефть. Средняя стоимость саудовской нефти для Индии в апреле составила 86 долларов 96 центов. А иракская нефть стоила 77 долларов. Красивое число. Да, держите в уме, Россия продаёт нефть на 20 баксов дешевле, чем Саудовская Аравия. Кстати, мы всё ещё покупаем их нефть, просто платим гораздо больше. Итак, экспорт российской нефти в Индию достиг нового рекорда в мае. Индия в то же время стала основным поставщиком нефти и энергии в Европу. Европа платит больше за транзит через Индию. Именно так. Они взорвали северный поток, но теперь нефть поставляют в Индию, а Индия отправляет её в Европу. Эх вы... Кстати, Европа тоже в курсе. Ну, руководство в курсе, но я не знаю, в курсе ли обыватель. Нет, я имею в виду правительство. Да, конечно, они всё знают. И они такие, ай, НАТО, это не так уж круто. Да, есть люди, которые начинают выступать против... Потому что в их стране пожар. Боже. Люди в руководстве НАТО и Запада такие болваны. Они сами такие, а не Трамп. Трамп никогда не занимался такой хренью, как этот конфликт с Россией. Никогда. Знаешь, в чём был большой замысел? Во времена Вьетнама у нас был призыв. Да, они избавились от призыва. Да, теперь только добровольцы. Затем был Ирак. И люди шли добровольно. Для многих это закончилась печаль. Спустя 20 лет такое уже не прокатит. Что если кто-то другой будет воевать за нас? Но мы должны быть на тех же местах. И это большая ошибка, так как никто здесь не воюет по-настоящему в этом конфликте. За исключением горстки людей трудно заставить кого-то оказывать поддержку. Какое тебе дело до этого? Да, верно, потому что никто... Только если, не знаю, ты хочешь попасть в Голливуд, иначе какой смысл делать вид, что тебе есть дело? Какой у меня смысл на это жаловаться? Я говорю друзьям, вы видели это? И они такие, и что? Их заботит это меньше, чем Ирак. И страшно подумать, как мало он заботил их спустя 20 лет. Или Афганистан. Это новый тест. Мы можем получить столько же денег от войны. Мы можем делать то же самое. Это мудрость зломона. Это прокси-война. Вы находите кого-то, кто будет за вас воевать. Да, потом мы тестируем наши старые системы вооружения. Я узнал это от парней с ЦРУ с длинными волосами, бустаманты. Мы испытываем их в прокси-войне для неизбежной грядущей войны с Китаем. Это должно случиться. Нам это очень выгодно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok